Глава третья Гай положил руку на дверь своего жилища и понял, что внутри кто-то есть. Мощно оттолкнувшись ногами, он запрыгнул на ветви дерева, что были у него над головой, и выстрелил в дверь дротиком из духовой трубки. У Гая были настолько мощные и легкие, что он мог свалить из этого оружия даже крупного зверя. Дротик силой ударился в дверь, и та с жалобным скрипом отворилась. Гай замер, готовый выстрелить еще раз в того, кто забрался в его дом, но не стал. Из полумрака его жилища донесся знакомый голос. «Гай, ты чего, забыл мой запах?» Ферион удивился Гай. Так звали его друга, который научил его всем тем немногим словам, что он знал. Да, это был именно Ферион, теперь он высунул голову в дверной проем. Домик Гая располагался в кроне огромного дерева на краю участка земли, где жила семья Фериона. Когда-то давно, когда они оба были детьми, Ферион обнаружил Гая в стае Мойзера. Мария и их общая мать не раз уже предлагали поселить Гая у себя, но Гай всегда отказывался. Все думали, потому что он, скорее всего, не хотел находиться вместе с заполоненным запахом людей. Все-таки он вырос из звериной стаи. Леон настоял на том, чтобы Гая оставили в покое. Сам придет, если захочет. А Ферион и вовсе заявил, что Гай очень чистоплотный и стеснительный. И всех это позабавило. Ребенок взросшенный зверьми и стеснительный. Мария с матерью от души над этим посмеялись и даже заявили, что Ферион городит глупости. Сам же Гай с момента возвращения в лоноцивилизации с каждым днем все более походил на обычного мальчика своего возраста. Особенно заметным это стало для Фериона, когда все они стали подростками. Или ты учуял у меня какую-то кровожадность? Ферион шутливо ущипнул Гая за нос. Он понимал, что скоро придется разъяснять Гаю, как все устроено между парнями и девушками. Ну, насколько сам Ферион это знал. А еще придется объяснять Гаю, что он уже дорос до такого возраста, когда уже обязательно придется участвовать в деревенском фестивале. Вот только Ферион свои 18 лет знал про девушек не больше самого Гая. А еще и сам он в таком возрасте стал вдруг завидным женихом для целой уймы девиц. Поэтому он и предпочел спрятаться в хижине у Гая, чем разгребать завалы из подаренных каменных топоров. Ага, Ферион, вот ты где! Раздался снизу озорной женский голос. Там стояла Мария. Она хихикала и что-то прятала за спиной. Мария, а ты чего тут потеряла? Ну, скоро барабаны станут громче. Намекнула Мария. И что? Начнут праздновать свадьбу принцессы Хильды и принца Скотта. Правда? Что, уже пора? Ферион посмотрел на горизонт и увидел, что солнце уже садится. Альтаирское море переливалось в закатных лучах, отражая краснеющее небо. Скоро барабанщик из деревни отправится в плавание по морю, чтобы продолжить празднование в Фине. Барабанный бой также служил сигналом начала церемонии так называемой охоты на женихов. «Эй, Ферион!» Позвала Мария с хитрым видом. «Чего?» «Пора тебе решать». «Что решать?» Ферион отвел взгляд от моря и снова посмотрел на Марию, стоящую внизу. Мария сама не могла понять, улыбается она или нет, но постаралась, чтобы насмешка в ее голосе слышалась отчетливо. «А это тебе!» И показала Фериону топор от Эльмы. И кто его передал? «А не скажу, а то меня маги заругают». Ферион посмотрел на топор в руках Марии и выдавил тревожную улыбку. В лучах закатного солнца подарочный топор казался лиловым. Никто из них в этот миг ни Ферион, ни Гай, ни Мария, и подумать не мог, что скоро топор и правда окажется алым. Но уже от крови.